Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы хотим поднять тему покупки БУ автомобиля в 2021 году И у нас сегодня по приблизительно одной цене 750 тысяч Премиум класс Lexus GS300 2007 года выпуска с пробегом чуть больше 200 тысяч километров И Kia Ceed 2011 года выпуска с пробегом, как утверждает хозяин, 35 тысяч километров Сегодня мы постараемся оценить их техническое состояние То количество средств, которые предстоит вложить автовладельцам А поможет нам в этом автосервис, Bosch автосервис Z24 и технический специалист Владимир Добрый день Владимир! Здравствуйте! Ну как считаете, а правда ли цена 750 тысяч на данные автомобили? Тяжело сравнивать автомобиль премиум класса за одну цену с автомобилем повседневным Kia Ceed Ну давайте проведем беглый осмотр при дневном освещении, а потом заедем в бокс и там уже детально Давайте начнем с Lexus тогда Оттенок крыла и двери не совпадает То есть бампер заходит за крыло То есть скорее всего его там чем-то поджали То ли болтом, то ли саморезом непонятно Мне не нравится очень зазор заднего бампера и крыла заднего То есть он вроде как бы идет ровно, но вот здесь я вижу, что это не заводское Потому что машина на заднем приводе, как бы люди любят боком давать на ней Ну видно где-то дали Не исключено, не исключено, что там пробег намного за 200 Что он уже смотанный, потому что эти машины как бы такие, так скажем, ходовые в тех годах были Давайте Kia посмотрим Давайте У нее все-таки год посвежее Вроде как 35 тысяч пробег должна соответствовать Да Ну небольшие коцки на бампере Затертое крыло с правой стороны На бампере зазор неровный на переднем Да, бампер видно, что притерли где-то Итак, машина у нас в боксе Владимир Ну, давайте посмотрим более детально Как она красилась, не красилась машина Что здесь менялась Давайте пробежим толщину метра 0,30 Ну, 0,30 это уже больше заводского значения Да, 1,70 1,95 1,35 То есть здесь крыло это делалось А можно ли сделать что-то с бампером? Так он стоит неровно получается и слева, и справа Ну, с бампером смотреть надо Целое ли крепление под бампер Которое прикручивается здесь, именно на крыле Если они сломаны, соответственно, их надо менять И если сломаны крепления в бампере И бампер посажен на саморезы Как это часто делают То, скорее всего, надо будет менять бампер Эти противотуманные фары Тоже у нас Такие, так скажем, отпискоструйные уже дорогой За все это время Его можно тоже отполировать Чтобы она блестела Так как у нас они все пластиковые В принципе, все эти места пройтись полиролем И они будут блестеть Как видите, 1,15 Он показывает именно в этом месте В этом уже 0,70 То есть вот эта часть ее делали Скорее всего, она все-таки у нас в родном окрасе Никто ее не ремонтировал, не делал 0,10 Видите, да? Это родной окрас автомобиля Могу сказать, что машина билась в заднее левое крыло Так как здесь очень большое количество поклевки Был удар спереди по бамперу Делалось крыло правое Именно конец состыковки с бампером крыла Давайте посмотрим О, сразу видно Класс Газовые упоры Красота Все закрыто Придется снять Снимем пыльник двигателя Так Итак, то, что мы видим через маслозаливную горловину Состояние двигателя достаточно хорошее Но учитывая пробег А он больше 200 тысяч километров Мы все-таки рекомендуем применить промывку двигателя Раскакстроил Валера Для того, чтобы очистить маслосъемные кольца Очистить маслонную систему двигателя Ну и Так сказать, дать двигателю вторую жизнь Для того, чтобы Защитить двигатель от износа После промывки маслонной системы И замены масла Мы рекомендуем использовать ресурс Next Он разбавляется с небольшим количеством масла И также заливается в двигатель Давайте тогда перейдем к осмотру ходовой части Владимир, при беглом осмотре Видно, конечно, что Машину ржавчина не пощадила Со всем, я даже сказал Так скажем, да Но вот основные элементы Как ты считаешь В каком состоянии находятся? Ну, видно, что машину обслуживали Да, то есть Ничего такого критичного не вижу За исключением, что Очень большая коррозия на заднем подрамнике По подвеске могу сказать Что вот вижу развальные болты Так скажем, болты схождения На рычаге В очень нехорошем состоянии Вот, скорее всего, что будет проблема По их демонтажу Потому что они закисают в салентблоке Чтобы этого не происходило Все-таки посоветую смазывать Перед установкой развальных болтов Салентблок новый Керамическую смазку То есть Она очень Хорошо для этого А чтобы вообще их снять Чтобы вообще их снять Можно использовать жидкий ключ То есть залить Развальные болты Ну, то есть такое средство Оно Да, жидким ключом Должно облечь Неммазубило Или болгарка Что-то нам поможет В любом случае Переходим к передней подвеске Так, давайте так Бедненько пробежимся По подвеске Видим также, что коррозия Немножко задела рычаги Нижние Уже, так скажем Немножко задела Прямо так хорошо Подъедает Скорее всего, это замена Ну, пока еще Трудно говорить На самом деле Есть люди Которые на таких рычагах Может еще пару лет отъездить Их это не особо Но видим микротрещины Уже То, что вот Саленблоки Передних рычагов Они довольно-таки старые То есть Образовались микротрещины В самой резине То есть Не менялись они очень давно То есть Если задние Менялись Но они как бы Меняются отдельно от рычага Поэтому С этим я так смотрю Не парились Вот Вижу В небольшом То, что Колодка внутренняя Переднего суппорта Левого Не прижимается Плотно к диску Это может говорить о том Что могут быть порваны Пыльники Тормозных поршней Вот Тут у нас Двухпоршневой Двухпоршневой суппорт Даже Четырехпоршневой По-моему Четырехпоршневой суппорт То есть Надо уже Соответственно Вскрывать Сам суппорт Тормозной И смотреть На наличие Целостности Пыльников Тормозных Цилиндров Соответственно Там уже будет все видно Но видно, что прижимаются Они не плотно То есть диск не полностью Как бы Видно даже Немножечко Что есть ржавчина На диске То есть Колодка не полностью Прижимается Требуется ревизия Требуется ревизия Да Может быть Обслуживание Опять же Повторю Что можно использовать Смазку для суппортов МС 1600 Очень хорошо подходит Вот А может быть И переборка суппорта Это уже Покажет скрытие Итак Посмотрели машину снизу Что скажете Ну Предварительно Что могу сказать Что подвеску Все таки обслуживали На автомобиле Это видно было И рулевым И по шаровым То есть И по задней Там какие моменты Делались В автомобиле Но Коррозия Так скажем Года берут свое И Видно Что Как минимум Где-то года Три или четыре Машину не обрабатывали Никакими Антикоррозийными Свойствами У нас Следовательно Сгнил Так скажем Подрамник автомобиля Несущая часть Сзади Тоже автомобиля Подвержена коррозии Там горловина Бензобака Рычаги Вот Вот эти все моменты Конечно Надо делать Надо обрабатывать Чем быстрее Тем лучше Затягиваться этим нельзя Ясно Кожаный салон В отличном состоянии Пластик Также Не имеет Каких-то Дефектов Царапин Поэтому требуется Только Наведение Марафета Поэтому Применить можно Реставратор Очиститель кожи И Реставратор Очиститель пластика Тогда салон Будет как новый Ну что ж Давайте приступим К осмотру Кузова Киесит Сразу видно Что Небольшие потертости Которые можно Устранить При помощи Полироли Здесь Здесь Давайте Владимир Посмотрим Толстиномером 0,05 Ну тут Я думаю Что Крашенных Элементов В этой машине Скорее всего Не будет Тут Везде 0,10 Давайте Так просто Пробежимся Претензии По крайней мере По Левому боку Автомобилю У меня Никаких Нет Давайте Перейдем К правому Давайте Да Везде Заводской окрас На автомобиле Но вот Вижу Что Была Притертость С правой стороны По бамперу Неплохо Притерли Опять же Замазали Той же краской Что и заднее Правое крыло У нас Видно Что Потерта Фара Правая Вот снизу Это место фары Можно Можно попытаться Полироли Вывести Как-то Я думаю Что можно Это у нас Пластик Это не стекло Поэтому Можно сделать Вот этот кусок Конечно Коцкий Жизненный По всему В целом Что скажете По кузову В целом Кузов Очень даже Неплохой Но опять же Это сверху Давайте Перейдем К осмотру Ходовой части Давайте Посмотрим Что я могу Сказать Автомобиль Все-таки Не новый Да Есть Какие-то Небольшие Очаги Ржавчины Но опять же Повторюсь Небольшие очаги Если брать Во внимание Лексус У него Намного Все хуже Здесь Чем У Ки То есть Видно Что здесь Все еще Заводское Заводские Нанесения Нанесения На развальных Болтах На эксцентриках Здесь Еще По подвеске Абсолютно Ничего Не делалось То есть Я вижу Маркеры На всех Болтах На заводских Да Это конечно Не лексус Тут все Намного Проще Но довольно Таки Чистенько По первому Виду Можно подумать Что пробег Небольшой Ну вот смотрите Опять же Да Вот эти все Нанесения Краской Это заводские Нанесения То есть Видно Что эти Гайки Не откручивались Стойки Не менялись Радиатор Вот тоже Есть у нас Краска То есть Эти болты Не откручивались Это крепление Радиатора Соответственно Без откручивания Этих болтов Радиатор Не поменять И посмотрим На сам радиатор Видно Что соты Все ровные Ничего Не побито Это радиатор Кондиционера Первый Стоит Вот На камеру Не знаю Как это будет Все видно Но вот Я вижу Что соты Все ровненькие То есть То есть Пробег Получается Близок К реальному Близок К реальному Хотя Такой год Ну довольно Таки Неплохо На первый взгляд Можно подумать Что машина Действительно Такого Пробега А двигатель У нас Блин Как новый Можно Предположить Что Пробег До этого Хозяин При покупке Делал эндоскопию Двигателя Так вот Состояние цилиндров Близко К новому То есть Действительно Пробег Скорее Реальный Салон Киа Салон Выглядит Новым Автомобилем Абсолютно Чистая Обивка Салона Руль Ручка Переключения КПП Без Потертостей Совсем Новая Единственное Что можно Протереть Пластик И Обработать Его При помощи Реставратора Очистителя Салон У нее В отличном Состоянии Поэтому Очень похож Пробег На реальный Итак Детальный Обзор Показал Что Машины Имеют Как Плюсы Так и Минусы Для меня Лично Плюсы У Лексуса То что Это конечно Премиальный Класс Это Приятный Салон Мощный Двигатель А Минус Его То что Нужно Вкладываться И вкладываться По Подвеске По Антикоррозионной Защите Плюс Сида В том Что Это Достаточно Беспроблемная Машинка И С минимальными Вложениями Она Сможет Ездить Дальше А Как ты Думаешь Владимир Ну По мне Как бы Да Я как Любитель Эксклюзива Мое Своё Предпочтение Все таки Отдам Лексусу Потому что Это все таки Премиальный Автомобиль Премиальная Езда Ну а Как механик Ты сможешь Его довести И как механик Я его смогу Сам Чинить Без проблем То есть Мне это Особых денег Не будет стоить А вот Для человека Которого нету Навыков Таких Да Ему придется Вкладывать Деньги А Сит Это чисто Городской Автомобиль На каждый День С маленьким Расходом Топлива Хочу подметить Раза в два Наверное Меньше Чем у Лексуса Ну Тут как бы На вкус и цвет Каждый Убирает Своё Напомню Что Это обе Машины Приблизительно Одной ценовой Категории Куплены В конце 2021 года Приблизительно За 750 тысяч Рублей Обе машины С автоматическими Коробками Передач Лексус У нас С задним Приводом И с двигателем 249 Лошадиных сил А Кейсит С передним Приводом И С двигателем 1.6 109 По-моему Или 110 Лошадиных 123 Лошадиных сил Нам подсказывает Спорт На этом Мы Наш Обзор Заканчивая Ну а какой автомобиль Понравился вам Пишите в комментариях Компания ВМП Авто Благодарит Бош Автосервис З24 Владимира За Помощь В съемке Видео Вся продукция Представленная В видео Может используется Как для новых Так и Автомобилей С пробегом Ссылочку Наставим В описании До новых встреч До свидания